Только и разницы, что на одной картине изображена была нимфа с такими огромными грудями, каких читатель Верна никогда не видывал. Подобная игра природы, впрочем, случается на разных исторических картинах, неизвестно в какое время, откуда и кем привезенных к нам в Россию, иной раз даже нашими велиможами, любителями искусства, купившими их в Италии по совету ввезших их курьеров. Господин скинул с себя картуз и размотал с шеей шерстяную радужных цветов косынку, какую женатым приготовляет своими руками супруга, снабжающая приличными наставлениями, как закутываться, а холостыми, наверное, не могу сказать, кто делает, Бог их знает, я никогда не носил таких косынок. Размотавши косынку, господин велел подать себе обед, пока мест ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как то щи со слоеным пирожком, нарочно сберегаемые для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пуляка жареная, огурец, соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам. Пока мест ему все это подавалось, и разогретое, и простое, холодное, он заставил слугу или полового рассказывать всякий вздор о том, кто содержал прежде трактир и кто теперь, и много ли дает дохода, и большой ли подлец их хозяин, на что половой по обыкновению отвечал, «О, большой государь, мошенник! Как в просвещенной Европе, так и в просвещенной России есть теперь весьма много почтенных людей, которые без того не могут покушать в трактире, чтоб не поговорить со слугою, а иногда даже забавно пошутить над ним». Впрочем, приезжий делал не пустые просы, он с чрезвычайной точностью расспросил, кто в городе губернатор, кто председатель палаты, кто прокурор, словом, не пропустил ни одного значительного чиновника. Но еще с большей точностью, даже если не с участием, расспросил обо всех значительных помещиках, сколько кто имеет душ крестьян, как далеко живет от города, какого даже характера и как часто приезжает в город. Внимательно расспросил о состоянии края. Не было ли каких болезней в их губернии? Повальных горячек, убийственных каких-либо лихорадок, оспы и тому подобное. И все так обстоятельно и с такой точностью, которая подсказывала более чем одно простое любопытство. В приемах своих господ имел что-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его звучал, как труба. Это, по-видимому, совершенно невинное достоинство приобрело, однако же, ему много уважения со стороны трактирного слуги. Так что он всякий раз, когда слышал этот звук, встряхивал волосами, выпрямливался почтительнее. И, нагнувшись вышины, свою голову спрашивал, не нужно ли чего. После обеда господин выкушал чашку кофею и сел на диван, подложивший себе под спину подушку, которую в русских трактирах вместо эластической шерсти набивают чем-то чрезвычайно похожим на кирпич и булыжник.